Хайрлы танк, друзья! Это программа «Доброе утро» на телеканале Белемжане Мадинет. Я ее ведущая Зара Есинаман. Сегодня 13 мая, вторник, и в этом выпуске. Серия «Города на шелковом пути» мы вместе посетим юбилейную выставку заслуженного деятеля Республики Казахстан, лауреата международных выставок Ахмета Ахата. Узнаем о новом музее под открытым небом, о новинках кино на канале Белемжане Мадинет, совершим путешествие в другие страны, в дайджесте зарубежных новостей и познакомимся с творческой личностью, ведущей балериной Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Оставайтесь с нами, и пусть это утро будет по-настоящему добрым и светлым. Хорошим новостям! Фильм «Бауэр» режиссера Серика Апрымова получил награду особое упоминание в категории «Лучший фильм» на 45-м международном кинофестивале в Нэшвилле, США. Награда за лучший фильм досталась картине «Клубный сэндвич» режиссера Фернандо Эмпке «Мексика». Отметим, что международный кинофестиваль в Нэшвилле был основан в 1969 году и является одним из старейших кинофестивалей в США. Ежегодно на фестивале демонстрируется 200 фильмов из более чем 40 стран. Мировая премьера фильма «Бауэр» состоялась на 70-м венецианском кинофестивале. Сразу после Венеции фильм был показан в основной конкурсной программе 9-го кинофестиваля Евразия и получил награду за лучшую режиссуру. И снова доброе утро в студии Зара Исинаман. Музей, как известно, это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов, памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. Сначала понятие музея обозначало коллекцию предметов, экспонатов по искусству и науке. И затем с 18-го века она включает в себя также здания, где располагаются экспонаты. С 19-го века присоединилась научно-исследовательская работа, проводимая в музеях. А с 60-х годов 20-го столетия началась педагогическая деятельность. Специальные проекты для детей, подростков и взрослых. С развитием компьютерной техники и интернета появились также виртуальные музеи, которые можно посетить в интернете. В 1946 году была создана международная организация ICOM, International Council of Museums, для поддержки и развития деятельности музеев. Эта организация тесно работает с ЮНЕСКО и другими международными организациями. В продолжении темы музеев, наш следующий сюжет об уникальном музее города Исыка. Археология Казахстана. Под таким названием в Государственном историко-культурном заповеднике музея Исык открылся третий экспозиционный зал. Если музей в целом имеет скифосакскую тематическую направленность, то этот зал расширяет границы. То есть этот зал, своеобразные так, очерки казахстанской археологии. От эпохи бронзы до позднего средневековья, до вчерашнего времена казахского ханства, то есть в 15-16 век. Так вот посетители здесь могут увидеть преемственность культур. С эпохи бронзы до 15 века. С покон веков на этой огромной территории жили люди. Не один приходил, один вымирал, умирал. Следующий. Это не смена разных этносов, а автостомное население, культура которого менялась со временем. Здесь мы можем проследить эволюцию военного дела, военного мастерства. Уже заживевший фрагмент двухперого наконечника стрелы. Наряду с этим уже на рубеже до нашей эры, рубеже нашей эры, появляются у нас трехперые, трехградные стрелы. При запуске стреля придавался эффект вращения, и стрела летела гораздо дальше и точнее. А в последующем уже четырехперые стрелы возникают, более массивные. И благодаря этим массивным четырехперым стрелам буквально просверивали, пробивали панцирь, защитный кольчугу. Все представленные артефакты являются подлинниками сместроскопок. Но главное достояние музея-заповедника Исык находится не в стенах здания, а на территории более 900 гектар. Это древний памятник истории Казахстана, могильник Исык, состоящий более чем из 80 курганов. Благодаря стараниям работников музея, могильники были сохранены и в будущем смогут раскрыть свои тайны посетителям. А теперь следующая задача – музеифицировать каждый, допустим, недвижимый объект, то есть каждый курган. Музеифицировать. Здесь есть царская столица, столичный город. Музеифицировать дворцовую постройку. То есть сделать так, чтобы посетитель, знакомые с вещами, находками, артефактами, могли выйти и зайти вовнутрь кургана. Со стороны Казица, курган – это завал камня и земли. Оказывается, каждый курган – своеобразное архитектурное сооружение с глубокой символикой. Пока музифицирован лишь один курган. По словам сотрудников музея, это лишь первая ласточка. При достаточном финансировании и совместной работе археологов и реставраторов при раскопках остальных курганов можно доподлинно сохранить не только их конструкцию, но и внутреннее убранство. Кайрлы Тан, друзья, еще раз доброе утро. Напомню, на календаре 13 мая-вторник. Давайте вместе узнаем, кто из выдающихся представителей культуры, науки и искусства родился в этот день. 210 лет назад родился Алексей Хомяков – русский поэт, публицист, основоположник славянофильства. Интересы и деятельность Хомякова были очень широки. Богослов и философ, историк, экономист, создающий планы освобождения крестьян, автор нескольких технических изобретений, лингвист, поэт, полиглот, драматург, врач и живописец. 13 мая 1840 года родился французский прозаик и драматург Альфонс Даде. Известным Альфонс Даде стал после выхода книги рассказов и очерков о Провансе «Письма с моей мельницы». В творчестве писателя выделяются два основных направления – ироническое и натуралистическое. К первому направлению относятся «Письма с моей мельницы», а также самое известное произведение Даде – роман-трилогия «Тартарен из Тараскона». 13 мая 1857 года родился Рональд Рос, известный врач. В 1902 году ему была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за работу по малярии, в которой он показал, как возбудитель попадает в организм, и тем самым заложил основу для дальнейших успешных исследований в этой области и разработки методов борьбы с малярией. 77 лет назад родился Роджер Желязный, американский писатель-фантаст, лидер движения новой волны в научной фантастике, когда фантасты перенесли внимание с роботов и космических кораблей на человека и его внутренний мир. От фантастической литературы к миру живописи. Творчество заслуженного деятеля Республики Казахстан, лауреата международных выставок Ахмета Ахата хорошо знакомо всем поклонникам изобразительного искусства. На прошедшей юбилейной выставке мастер представил около 50 произведений – живопись, графика, керамика из серии «Города на шелковом пути». К каждой персональной выставке Ахмед Ахат всегда готовит что-нибудь из contemporary art. Это может быть видеопроект, фото-арт, перформанс. В центре его юбилейной экспозиции была представлена инсталляция «Лестница, ведущая вверх», как своего рода авторская реплика по поводу размышлений о миссии художника, посвятившего творчеству свою жизнь. Наскальные рисунки оживают в работах художника Ахмета Ахата. Много лет назад он начал изучать древние фигурки, и его поразила лаконичность этих изображений. С тех пор мастер пытается уловить художественную образность петроглифов, расшифровать тайный смысл посланий, оставленный для нас далекими предками. Самое много мастерских рисунков – это в Казахстане. Около 5000 рисунков. В этих рисунках я вижу свою символику. Своя символика – это необычная символика. Например, солярное божество – это поклонение неба, тенгри, архар – символы власти, верблюд – символ трудолюбия, спокойствия. В этом плане. В этих символиках я вижу свою философию, свое творство. Применяя различную технику, художник добивается самых удивительных эффектов. Одна картина выглядит, как кусок глины с высеченными на ней фигурками. Другая напоминает прозрачное видение. И во всех работах удивительная колористическая гамма. Это многоцветие, но очень гармоничное. Частично это искусство Ахмед перенял с фресок в буддийских храмах. Колористическое решение, синтез, допустим, охристых темных и светлых тонов, и синих темных и светлых тонов – достаточно редкое сочетание. И вот, можно сказать, в живописи, как таковой в мире. И вот это первое такое впечатление от урфанских фресков поразило его. И он перенес вот эти воспоминания о колористических композициях древних и буддийских на свою живопись. Еще одно направление работы Ахмеда Ахата – древние города шелкового пути. Старинные улочки с глинобитными домиками и величественные мавзолеи. Знойное солнце и прозрачные сумерки. В этих картинах – настоящая любовь. Очень много я ездил по Востоку, скажем, Турфан, Кашгар, Туркестан, Ходжа Ахмед, Десави. Вот меня притягивает вот такой необычный такой глинный свет, вот, глубина какой-то, тайны веков вижу в этих улицах. Керамика Ахмеда Ахата стала неким синтезом его творческих направлений. Живая глина с отпечатками тех же петроглифов и акцентами ярких красок привлекает внимание. Так же, как и инсталляция в центре выставки. Она называется «Континент Му». Навеяна инсталляция историей о процветающем, но погибшем континенте, описанном в книге Джеймса Чорчфорда. Это была как бы прародина человеческой цивилизации. Они, эти люди того периода, обладали обширными знаниями. Их технологии, может быть, даже превосходили наши сегодняшние. Но случилась такая очень серьезная космическая катастрофа, в результате которой этот континент раскололся, ушел под воду. Но континент успел выслать своих послов в разные страны мира. Древность притягивает и вдохновляет художника. Он уверен, что могут рухнуть политические режимы и экономические модели, но культурные ценности переживут любую катастрофу и, несмотря ни на что, донесут свою красоту до новых поколений. Харлы Танк, друзья! С вами Зара Исин Аман. И снова здравствуйте! Для тех, кто только что проснулся, напомню, что сегодня 13 мая, вторник. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Такой смысл несет в себе день Весак. The Day of Vesak. Этот праздник является одним из самых священных для миллионов буддистов всего мира. Считается, что именно в день Весак, 2500 лет тому назад, в 623 году до н.э., родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот же день он покинул мир на 80-м году жизни. Утверждение Будды, для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека, стало основной концепцией этого праздника. В этом утверждении глубинная суть того, как можно улучшить жизнь нашей планеты и ее обитателей. Что еще интересного происходит в мире, давайте узнаем в дайджесте зарубежных новостей. Это не дом с привидениями, но в нем все перевернуто вверх дном. Перевернутая мебель, перевернутые унитазы. Список можно продолжать бесконечно. У необычного дома в артистическом пригороде Шанхая выстраивается очередь из желающих увидеть мир вверх ногами. Во время экскурсии сориентироваться непросто. У меня даже голова немного закружилась, когда я зашел там. Все перевернуто и очень интересно. Этот маленький туалет в ванной произвел на меня самое сильное впечатление. Кажется, это какой-то суперсовременный дизайн. Обычно люди об этом, наверное, не думают, но когда я руда заглянула, мне показалось, что вот-вот вода польется. Странное было чувство. Экскурсия в перевернутый дом стоит 30 юаней. Это около 5 долларов. За возможность увидеть реальность под совершенно новым углом, кажется, не так уж много. Носить тюремные робы дизайнерам Доминека Дольче и Стефана Габбана придется на два месяца меньше. В прошлом году культовых модельеров признали виновными в уклонении от уплаты налогов размером более миллиарда евро. Их приговорили к 20 месяцам тюрьмы со срочкой исполнения их штрафу до 10 миллионов евро. Апелляционный суд признал, что по некоторым пунктам обвинения истек срок давности. Однако адвокат дизайнеров, который всегда отрицал виновность своих подзащитных и смягчение приговора считает недостаточным. Решение суда он назвал неприемлемым и намерен его оспаривать. Прокуратура Милана также обратилась в суд с просьбой оправдать пару. В прошлом году в знак протеста Дольче и Габбана закрыли в этом городе все свои магазины. Национальная библиотека Великобритании открывает выставку про комиксы. Кураторы выставки считают, что на книге в жанре комикса пора взглянуть серьезно. То, что британская библиотека поддержала такую выставку, говорит о том, что аудитория комиксов очень широка. И что их популярность достигла невиданного уровня. И я считаю, все изменилось. На выставке представлены не только работы современных художников, к примеру, издания судьи Дредда и Ви, значит, Вендетта, но также и книги с многовековой историей. Выставка начинается с 1470 года с невероятного издания Библии для бедных. В ней библейские истории рассказаны в формате комикса. В ней использованы овалы со словами персонажей, монстры, ангелы и демоны. Там множество ярких, кричащих цветов. Ее даже, пожалуй, можно было бы издать и сегодня. Выставка разделена на шесть секций по темам. В каждой можно найти случаи использования комиксов в целях агитации и пропаганды. Комиксы очень опасны. Проведя испытания, Пентагон обнаружил, что самый эффективный способ передачи информации – это использование комиксов, а не просто текста или текста с фотографиями. Именно комиксы – это действенный способ повлиять на то, как мыслят люди. Кураторы выставки верят, что она поможет изменить отношение к жанру и повлияет на современных британских художников. Изучить историю комикса на примере Великобритании можно в британской библиотеке до 19 августа. И снова доброе утро, друзья! С вами Зара Есиноман. И я рада представить вам нашу очаровательную гостью. Это лауреат международных конкурсов, ведущая балерина Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Гульвира Курбанова. Гульвира, доброе утро! Я очень рада вас приветствовать. Огромное спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Спасибо вам. Если вспоминать начало вашего творческого пути, расскажите, пожалуйста, как это было? Это было очень интересно. В 2004 году я закончила Алматинское хореографическое училище имени Селезнева и пришла в театр. Ну, конечно, как и все, карьера моя начиналась с кардебалета, потому что это так считается, что хотя бы два года ты должна закалиться в кардебалете. И уже потом, если ты подаешь какие-то надежды, ты должна выделяться из общей массы. Потом уже на тебя обращают внимание педагоги-репетиторы и начинают с тобой работать. Если говорить о ваших педагогах, я знаю, что вы связаны с нашей выдающейся балериной, народной артисткой Республики Казахстан Гульжан Таткибаевой. Да, Гульжана Самбековна. Это мой педагог уже несколько лет. Это, можно сказать, мой наставник не только в балете, но и по жизни. Она мне очень много дала. Наверное, вот какая я сейчас есть, это все благодаря ей. Потому что это очень сильная женщина, у нее безумная харизма. То есть, когда она заходит в зал, ты уже не можешь просто не работать. Искусство балета – это сильные характеры. И когда зрители приходят и наслаждаются всей этой воздушностью и красотой, наверное, редко кто догадывается, что за всем этим стоит колоссальный труд и многочасовые репетиции, и отказ от многих, может быть, радостей жизни. Да, это большое мастерство показать, что это очень легко. Хотя на самом деле тебе где-то может быть и больно, и травмы, и мозоли. Но, как вот говорит Гульжан Самбековна, большое мастерство показать всем, что тебе ничего не стоит выйти, сделать 32 фуете или станцевать огромный спектакль, три акта, и при этом как бы с легкой улыбкой. Гульвира, я знаю, что у вас очень большой репертуар. Вы танцуете практически все спектакли, которые идут на сцене нашего театра. Вот скажите, пожалуйста, вот партия Марии в Бахчисарайском фонтане, Китри в Дон Кихоте, или, быть может, партия Ники в Боядерке. Вот кто из этих персонажей вам может быть близок по вашему характеру? Знаете, каждая героиня, она разная, конечно, и это очень интересно подходить к каждому спектаклю и вживаться все в новую роль. Я думаю, ближе... Они все мне очень близки по-своему. Я очень люблю Егину, это в Спартаке, шикарный балет Райбаева. Очень люблю Китри. Первая моя большая партия была, это Жизель. То есть через три года я станцевала. Опять же, со мной готовила эту партию Гужон Сумбековна. Но для меня это была очень трудная партия, потому что я тогда была еще, как сказать, юная, наверное. А там надо было именно драматически подойти. Особенно в первом акте, это сцена сумасшествия. И когда ты, в принципе, еще только начинаешь жить, и тебе надо показать вот эту всю боль и горечь, немножко тяжеловато, но мы работали. Конечно, нет предела совершенства. То есть каждый раз это надо проживать, как в первый раз. Последней премьерой среди балетных постановок был замечательный спектакль «Боядерка», где вы танцуете роль Ники. Я знаю, что над созданием данного образа вам посчастливилось работать с такой выдающейся балериной 20 века, народной артисткой СССР Габриэлой Комлевой. Вот расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с этой выдающейся артисткой. Да, это, конечно, большая честь для нас поработать с такой балериной, прямой балериной, на самом деле, своего театра Мариинского. Это шикарный человек, шикарный педагог, просто школа у нее, она очень требовательная, но в то же время она умеет и похвалить, и подбодрить, и, конечно, подсказать что-то очень важное, которое тебе... У нас было два состава, две балерины у нас готовились, и то есть она каждая подходила по-своему, она находила свой подход к каждой балерине и ко мне, и вот ко второй. Это было очень интересно. У вас очень большой репертуар и разные произведения, и современные балеты, и классические балеты, и наверняка сейчас вы уже можете сделать такой некий анализ, как изменился балет вот за последнее время, ведь даже когда танцевала та же Марго Фонтейн, были совершенно другие критерии и требования к артистам балета. Сейчас, вы знаете, балетное искусство все движется большими шагами вперед и вперед. Это если даже вы посмотрите сейчас международные конкурсы, то есть сейчас техника просто на высшем уровне. То есть раньше, если два пируэта, это вот вращение, то сейчас уже девушки, женщины делают по шесть, по семь. То есть да, за ними, конечно, не угнаться. Но в те времена, во времена Марго Фонтейн, это больше обращалось внимание именно, наверное, она танцевала с огромной душой. Она была именно актриса, как драматическая актриса, то есть уже не смотришь на ноги. Сейчас это, конечно, чеканность ног, позиции, выворотные ноги. Это все должно присутствовать в данное время. А в то время на это не смотрели. Просто она танцевала от души и все. Друзья, мы, безусловно, продолжим нашу беседу. Ну а пока 28 декабря 1895 года в Париже братьями Люмьер был продемонстрирован их синематограф. И далее публичные демонстрации короткометражных фильмов были произведены во всех мировых столицах. В России первый показ был организован 4 мая 1896 года в Санкт-Петербурге в Саду-Аквариум, затем в Москве и на Всероссийской ярмарке в Нижнем Новгороде. Тогда же были сняты первые русские любительские киносъемки. Друзья, мы непременно вернемся к нашей беседе с балериной Гульвирой Курбановой. Ну а пока время нашей постоянной рубрики «Белемпрома». Не упустите возможность узнать о новинках кино на телеканале «Белемжане Мадинет». В предстоящие выходные телеканал «Белемжане Мадинет» представляет новый телепроект «Казахфильм. Вчера, сегодня, завтра». «Казахфильм. Вчера, сегодня, завтра». Кадр один, дубль один. Всем любителям кино посвящается незабываемая экскурсия в святые святых казахстанского кинематографа к киностудию «Казахфильм». Именно эта киностудия вырастила несколько поколений талантливейших актеров, режиссеров, кинооператоров, всех тех, кто на протяжении почти века каждый в свое время внес вклад в летопись истории отечественного кино. Вас ждут самые сокровенные тайны и секреты нашего кино. Это история длиной в целую жизнь. История о том, как создавались истории и тех, кто был до нас. Именно здесь рождались фильмы, знакомые и любимые с детства. Я помню, здесь из таких масштабных декораций это была декорация дворец султана Бейбарса. Все в золоте, в мраморе. На фильме «Погоня в степи» здесь находился базар. Зимой съемки происходили. Здесь были прилавки, горы арбузов. Это все декорации же. Арбузы не настоящие, это зимой. Сено, лишаки, лошади, люди. Одежда, это все шумело, двигалось. Настоящая ярмарка была. Во время увлекательной экскурсии на киностудию мы узнаем удивительную историю мира кино от самых истоков до современности. С нами поделятся занимательными подробностями со съемок шедевров отечественной киноиндустрии. Мы сможем увидеть знаменитый реквизит и узнать секреты декомпьютерных спецэффектов. Все это в новом телевизионном проекте «Казахфильм. Вчера, сегодня, завтра». Смотрите в предстоящие выходные. Воскресное утро бессменной ведущей программы «Планета вкусов» Антон Зайцев отправится в Армению. Земля Армении – это горы и камни, которые воспитывают в людях упорство. И удивительно, что здесь возникли очень трудоемкие кулинарные рецепты. О самых интересных я вам сегодня расскажу. На свете есть блюда вкусные, есть легендарные. Но бывают и такие, которые объединяют оба качества. К ним относится знаменитая армянская кюфта. Те, кому довелось ее попробовать, рассказывают о ее вкусе, причмокивая и восторгаясь. «Сказать, что мясо нежное, значит ничего не сказать. Вот тут иногда бывает так. В конце долгого рабочего дня, когда ты очень устал, ничего не хочется, даже жевать. А есть? Здесь хочется, да. Вот для этих случаев лучше всего и подойдет сюда». Странствуя по свету, он ищет особые блюда и проводит гастрономическое расследование. У каждого яства, о котором ему предстоит рассказать, есть своя история. И именно она делает его национальным достоянием той или иной страны. И снова «Кайрлы Танг». С вами Зара Есиноманов. В гостях у меня Гульвира Курбанова, ведущая балерина Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Гульвира, продолжая говорить о выдающихся артистах, с которыми вам, самостоятельной творческой единице, удалось поработать, не могу не вспомнить имя Юрия Григоровича. Да, это первая моя встреча с таким мэтром. Конечно, он нам приезжал, и Юрий Николаевич вставил нам балет Ромео и Джульетта. Это было просто незабываемое, конечно, впечатление. Это настолько огромный мастер. Он относится к каждому своему балету, как к детищу. То есть он смотрит все на костюмы, он на оркестр, как звучит оркестр, какая на тебе пуговка пришита, то есть на все. И, конечно, мы все очень боялись. Это не первый его балет в нашем театре. Он еще ставил легенду о любви, но тогда я еще не танцевала в ведущей партии. Я была молодая. А здесь, и вот нам, когда мы работали с его ассистентом, Лосюченко Ольга Николаевна, она с нами была месяц или даже больше, она нас готовила. И тут вот нам говорят, что на следующий день вот приезжает Юрий Николаевич. Ну, это было, конечно... Мы все так переволновались, но ничего, после первого акта он к нам вышел, всех похвалил, сказал, что ему очень понравилось, и работали с ним дальше. Кульвер, я знаю, что вот на ваши спектакли ходит уже такая своя сформированная публика, и зал вас всегда очень тепло принимает, и все ваши концерты, ваши выступления проходят с большим успехом. Вот скажите, пожалуйста, что лежит вот в основе вот такого теплого приема у слушателей? Как вы готовитесь к прочтению партий, к прочтению ролей? Наверное, это зависит от того, что я просто живу на сцене, и, как говорят мне все, что мне верят, что это все не наигранно, я стараюсь, я люблю своего зрителя. То есть уже сейчас такого волнения нету, хочется наоборот, чтобы с тобой сопереживали твои героини, чтобы тебе действительно верили, хочется до них донести боль, или наоборот. Я просто обратила внимание, что вам удается вот это вот перевоплощение, то есть когда вы танцуете Машу в щелкунчике, у вас вот такая вот открытая детская наивность, сказочное такое восприятие мира. Когда вы танцуете Марию в Бочесарайском фонтане, это настоящий драматизм, это вот такой прямо полет энергии, который вот зритель чувствует. Как вам удается находить все вот эти вот творческие ходы? Это через себя пропускается, конечно, очень многое. Помогает мне мой педагог. Конечно, надо работать не только над техникой, но и над образом. Это, мне кажется, даже иногда важнее, работать именно над образом, над руками. То есть все это должно работать вместе. Глаза, да, все. Вот сейчас вы танцуете все ведущие партии, ну, практически всех наших балетных постановок. Скажите, пожалуйста, какой еще партии вам хотелось бы пополнить свой исполнительский репертуар? Ну, возможно, наверное, Кармен хотелось бы станцевать. Ну что ж, огромное вам спасибо, Гульвира, за то, что сегодня вы нашли время, были наши гости. Я желаю вам несекаемого творческого вдохновения, чтобы и по-прежнему публика так же тепло и восхищенно встречала вас на сцене. Большое спасибо за ваш срок. Спасибо вам большое. Друзья, напоминаю, что сегодня гостьей программы Хайрлы Танг была ведущая балерина Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Гульвира Курбанова. Друзья, время прощаться, но я по доброй традиции хочу сказать вам до новых встреч. Увидимся завтра в это же время на телеканале Балимжане Мадинет. Желаю вам успешного дня и хорошего настроения.